всем привет на канале буранга раз 35 и у нас сегодня на ремонте динго 150 динго 150 развалился у его вариатор задние сейчас я немножко под разберу мотор выкину из рамы прикольно да когда привозят тебе не весь снегоход а только часть двигателя кстати вот версия 150 более-менее нормально то есть у меня у отца отец гоняет на им он не едет более-менее нормальный подвеску его работает а вот 125 версия которые первых были да там конечно это не до снегоход то есть хорошего в нем ничего нету вот как-то так то есть сейчас раскидаем разберем вытащим мотор из рамы из этой и и а дефектуем будем менять тут еще на поршню поменять ну и разобрал еще привезли на ремонт генератор генератор мотору его вот стоит мотор дизельный и задрала вкладыши забыли сновья просто-напросто ребята забыли залить масло у него и вкладыши вкладыши задрала как-то так было и в коробочке лежит бурановский мотор разобраны поэтому или в этом божике тоже его соберем это местный череповецкий мотор и там привезут еще весь весь снегоход до кучи собрать поэтому идем переодеваемся и будем заниматься так вытащил мотор я из рам 1 развалился гушитель на сосок я видел что очень нам будет разрезать и потом вычинить там не полуавтоматом заварить ведущий вариатор более менее нормальный дорожка сама конусом ровный это хорошо то есть выработки нет но этот мотор 3000 не проехал ролики квадратное видео с одной стороны стерла то есть они все таки нам по мере сколько они по граммам и соответственно заказать заказать комплектик точно такие же поменьше там на 2 грамма и чуть потяжелее грамма на 2 ремень на полтора миллиметрика изношен это у нас gatex но это нормально значит мотор ездил и сама беда у нас торт драйвером беда в том что беда в том что отвалилась у нас тарелка тарелка отвалилась тарелка отвалилась и вот такая вот чудо произошло с крышкой эти дырка образовалась образовалась дырка но по остальному принципе все нормально тут как бы на все отмыть почистить ну и соответственно заказать новый ведомый вариатор внутрь драйвер да а эту разберем а дефектуем посмотрим оставим так себе на прозапас интересно что там отвалилась можно ли это починить так карбюратор помыть почистить продуть у коленвала коренной подшипник вроде нормальный то есть с этим проблем нет и подшипник на вторичном валу тоже нормальный масло вроде бы тут не текет это это замечательно дальше все разбираю добираемся до цилиндра снимем скинем посмотрим что там чему в любом случае даже если там состояние более-менее нормально поршневой то попросили сделать 170 кубов поэтому сделан 170 кубов так скрыл клапанную крышку и сразу же стал первый момент впускной клапан впускной клапан зазор есть но там то есть щупы щупы говно блин было не такие немножко взять взял и промахнулся то есть когда покупал надо было посмотреть я даже не посмотрел они 0 1 0 2 0 3 то есть через 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 одну десятку идут вот а надо брать чтобы через шаг 0 5 был через пять соток поэтому примерно единица лезет легко 0 2 уже не лезет во впуск то есть 0 15 на впуске выхлопной вообще полностью поджат то есть ну в любой момент даже не чувствуется что там какой-то зазорчик есть поэтому думаю что копана надо будет скорее всего перетирать сто процентов подгоревший купона и но скорее всего просто лето стоял снегоход его никто не заводил ничего с ними делали и поэтому здесь в башке вообще ни капли масла не будет то есть крышку клапанную сняла тут сухо сухо как в африке все засохло разбираем дальше дефекту я смотрим сейчас сниму цилиндр и там уже то есть порядок разборки мы снимаем клапанную крышку снимаем откручиваем 4 болта снимаем бугеля с распредвалом перед этим перед тем как снять нужно открутить натяжник вынять его натяжник вынимаем снимаем бугеля потом нижний успокоитель вынимаем и грубо говоря снимаем цилиндр все прошло еще пять минут и мы добрались до поршневой коленвал в хорошем состоянии в хорошем состоянии успокоитель вот это получается это нижний более менее нормальный а вот верхний который под натяжником работают у его такое состояние его погрызла то есть можно было меня скорее всего что поменял но на посмотреть конструкцию как меняться я так понял он там стоит на штифту а штифт это блин чё половинить мотор скорее всего надо не знаю на уточнить по цилиндру по цилиндру есть небольшой износ есть износ есть прихват это видно по хонинговки то есть ничем не мере ничего не измеряя просто вижу как бы что хонинговки нет уже то есть в тех местах где поршень как получаться вот так цилиндр стоит у нас то есть вот нижняя полка и верхняя полка они изношены там хонинговки нету значит есть небольшая выработка по поршню вот прихват был тепловой то есть видно да и с этой стороны это нормально тут немножко есть просто потертости то есть это получается прихват был так ин это у нас здесь название и это у нас пуск и прихватывал его с верхней стороны с верхней стороны да и по цилиндру прихват с верхней стороны все такого миниатюр на маленькая это вообще что-то чем-то такие поршень вот если присмотреться до верхний пояс но это соответственно до кольца тут пропускала и между верхним компрессионным и вторым компрессионным кольцом желтый пояс и видно нагар то это у нас скорее всего обозначало что верхнее компрессионное кольцо уже не держала компрессия была не очень не фонтан так скажем сейчас на подготовить подготовить все отмыть чтобы как бы собирать потом перетряхнуть головку то есть рассухарить и этот сам перетереть копано подготовить ну и все на на тут больше все такое маленькое деликатно соберем быстро сделаем это уже наверно скорее всего в следующей серии или в конце этой серии так а сейчас поедем магазин покупать вкладыши на дизельный двигатель на дизельный двигатель от генераторов парни решил вскрыть глушитель вскрыл разрезал короче тут такой конструктор в середине стоит такая сетка как бы с отверстиями всего тут не ну как я думаю не хватает двух патрубов по трубков которые отсюда благополучно уже сдриснули это ладно по трубке а дальше вот такой набор сетки как-то это вот надо все сюда уложить вот она все взряда то есть он весь развалился вообще этот гужидит мы сейчас будем как-нибудь собирать это лего для взрослых господи боже мой и было все еще набивка такая набивка это минеральная вата скорее всего она тоненькая у меня есть ваты но не такая конечно но попробую попробуй набить по новой чем брека внутри да там все отвалилось поэтому брек 1 пришлось короче весь глушитель раскручивать боковую крышку с ним потому что но не зря там было вот эти кусочки валялись просто так они были туда вставлены и все ничего не прихвачиваем то есть как я изначально вырезала вскрыл да и он мне бы не вставить было вот эту часть вот она большая часть у нас в этом маленькую я не вставить пришлось все вскрыть забиваю ватой минеральная вата обычно она гореть не горит по моему не как бы плавится и все открытого огня но это тут такой температур на выхлопе не будет то есть она сгореть не сгорит и и только что со временем может сезон сезонно этот глушитель поездит будет тихий а потом я всю воду это обратно но хотя сетка маленькая тоненькая выдувать будет долго скорее всего варил сосок новый потому что ну не знаю длину сделал такую если длинным вот уже по месту обрежу сосок сделал и туда вовнутрь то есть вот в эти места здесь и здесь варил обычный квадратный профиль и просверлил пару отверстий в нем чтобы как было короче сделал получаться у нас газовых окна входят сюда идут на перфорированную трубку попадают большую камеру потом по вот по этой и этой трубки попадают заднюю камеру то есть вот сюда получается вот в эту камеру уже с этой камеры попадают через вот эти две трубки в среднюю камеру и потом на выход конструктор лего полуавтоматом варить вообще просто идеальная электродом нифига бы не сделать то есть полуавтоматиком шовчик как надо ложишь идеально чувствую себя сварщиком от бога ладно все доварю уже потом посмотрим что получится и мы завершили уши ли стал увесистый звук не пустой уже стал думаю что походит конечно может быть если думать это говно вылезет вот это не знаю насколько я хватит насколько то хватит насколько то хватит сколько то она походит парни это сто процентов сезон не отходит сто процентов выдует после первой поездки все надо хороший материал не такую вату а что-то более плотнее и поможет может быть даже типа пас без того картона чем такого но надо мягко что-то какой-то материал надоело все на иначе попью кофе и поеду домой а может не буду пить и поеду поеду не домой за вкладышем я все еще не поеду поищу вкладыш может найду вкладыш и на этот на дизель если найду вечером вернемся и будем наделывать дизель собирать итак ребятки у нас следующий день вчера поездил вечером так и не нашел я вкладышей поэтому продолжу поиски сегодня и в одном магазинчике я зацепил все-таки вкладыши так со старыми вкладышами у нас так на этом не видно потому что видно будет но видно да что он такой как бы потертый черный он должен быть обмедненный вот на этом вкладыши видно что он обменен как бы их не сильно задрала и не провернула то есть топор очки все вы их стояли они все нормально но все таки как бы натасканный такой этот самый медь натаскала вот купил я точно такие же вкладыши получается на старых вкладышах маркировка идет 186 f ну нулевой ремонт на этих маркировка идет к м 186 вкладыш сам медный но покрытие у его алюминиево то есть вот такие два вкладыша во вкладышах вчера загуглил вечером стоит вкладыши короче 170 рублей а по факту в магазинах они стоят 720 720 рублей да вот наценка наценка идет 300 400 процентов наценка идет и взял еще новый сальничек на коленвал потому что старый старый был вот такой вот кто-то его вставлял ковырял решил заменить и он подтекал поэтому заменим и сейчас сейчас или чуть попозже потому что сейчас надо сделать сделать заказали 5 комплектов съемников поэтому надо сделать съемники а потом будем с вами собирать мотор на 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 динго на тоже заказаны запчасти но это парни будет следующая серия и наверное скорее всего сборку соберу на нормальную камеру покажу объясню будет как бы будет видео именно по сборке динговского мотора переделки его на 170 кубиков все сейчас делом съемники а попозже включаемся и собираем дизель совсем забыл пацаны и вообще ребята по бурану то есть это вот мотор лежит к сна который я выложу недавно видео по опрессовке и проблема то тут было парни знаете в чем то есть вот одна половинка вкусного коллектора видите прокладочка все лежит с этой стороны были прокладки приклеены на супер клей не понимаю этих дебилов кто дело так собирать на супер клеем то есть прежний хозяин собирал его на супер клей вот вся проблема была вот в этой части то есть у нас вот так вот стоял вкусной коллектор да и вот с этого места у нас шли пузыри травила воздух вся проблемка вот в чем фокус был снимая на фронталку поэтому вот видите тут коцко то есть тут нету кусочка кусочка металла но видно что вот видите нету кусочка металла то есть этот мотор был с как собран был то есть он подсосал воздух так на моем ездили на моторе пробег 1800 сказал хозяин поэтому 1800 километров он ездил с этим подсосом и поршни поршни на этом моторе на этом моторе поршни один вот такой немножко как бы уже почти прилип с этой стороны еще больше следов что он прилипал задир это это лево у нас и правый поршень правый поршень еще хуже вот такой он так сейчас против протиром сделаю тряпочкой ну и сейчас глазик протрем а правый поршень видите еще хуже то есть направо на правом поршни задиры прихваты тепловые были не то что налево ну и не говоря уже об левом поршни вот вот это дает вот эти задиры на правом как бы то есть по мотору видно если бы его был задран маленькой левом поршень и это фигня вот если правый задран то вот этот подсосик который был на вкусном коллекторе вот он удавался свое свое обеднение он не показал на правом цилиндре как-то вот так почти забыл вам рассказать что было с тем мотором в том видео блин ну надо было в том видео это как бы в опрессовке еще снять разобрать показать но так как забыл мне уже неохота было до снимать это и потом я уже потому что это понял когда уже смонтировал видео и на процессе загрузки его рендеринга так скажем вот на процессе загрузки уже понял что надо было конечно снять и показать сразу ну ничего страшного в этом видео показал все парни сейчас занимаемся съемниками а потом будем собирать детей съемники мы сделали пять комплектиков для вас это прошло всего ничего буквально только кадр сменился а для меня почти сутки все у нас готово вкладыши есть поршень есть сейчас поршень садим но соберем хотя бы чтобы сейчас утра съемники делали всю ночь весь вечер всю ночь потому что надо сегодня отдать баллон с углекислотой мой баллон вон стоит пустой пустой просроченной поэтому одолжил у хорошего знакомого сейчас он приедет забирать поэтому не делал чтобы успеть сделать все съемники и сейчас днем надо будет съездить все отправить для этого на собрать дизель чтобы вечером запустить дизель пусть постоит герметик подсохнет заодно ну и соответственно надо будет запустить короче тут прикол сейчас вам покажу ну кто его разбирал до меня соответственно видно красный герметик да все везде и вот здесь вот писюлька и написано 0 4 13 к в коленвал то есть он и заклинил 100 процентов они его разобрали разбирали вот таким вот варварским методом не сдавали наверно в ремонт на видите весь чё-то у нас якорь якорь до рота якорь статор якорь правильно якорь весь искал очень с этой стороны ну то есть молотком колотили с этой стороны с той стороны а все это из-за того что здесь у нас конус то есть шпонка и конус и вал сидит на конусе здесь тоже конус чтоб его снять чтоб его снять на по идее на генератора должна быть вот как здесь видите нарезана 12 резьба но этой резьбы не было это уже я сам я нарезал здесь чтобы снять но я посмотрел видео у меня таких моторов не было в ремонте ну именно генераторов на по сути дела вот я посмотрел как сниматься парень показывают видео что он типа 1 тут стоит блин сейчас найду стоит вот такой длинный болт то есть болт на 10 он так раз вставлен туда и получается хочу получается а с этой стороны я вру с этой стороны стоит маховик а вот с этой стороны с которой разобрана вот все правильно то есть якорь у нас прикручен болтом на 10 вот сюда вот таким образом и вот здесь он сидит на конусе тут тоже конус но он бишонки вот и так как не было 12 резьбы да ну и начал о чем рассказывать забылся паренек берет ну видео не одно даже посмотрел как бы в принципе все делают так то есть он берет вот этот длинный болт выкручивать хоп выкрутил берет короткий болт и берет кусок просверленного уголка то есть кусок уголка вот так вот сюда прикручивать болтом и уже ну кто как-то молотком кто кувалдой просто бьют вот сюда по уголку и получается вал соскакину якорь соскакивать со шпонки не со шпонки с конуса сходит а так как тут резьбы не было то эти ремонтники кто делал и башили прямо кувалдой по якорю ну все-таки они сколотили потому что здесь был красный герметик и разобрали этот мотор посмотрели что вкладышем хана вкладышем хана может их почистили а может ничего даже не чистили и запихали их обратно и собрали и написали 04 13 коленвал для следующих ремонтников я сейчас тоже напишу на напишу замена вкладышей вот чисто так для истории как то вот так вот парни все буду собирать буду собирать потихонечку и уже покажу покажем вам процесс сборки показывать не буду а покажем уже запуск такая история не могу сжать поршневое кольцо пришлось ехать степи баллона дал как видите баллона нету пришлось ехать его взять оправочку надо будет себе прикупить такую пока что не стал покупать потому что нету лишних финансов вот без оправки не могу сжать даже это масса съемное кольцо не хватает силы сжать вот он да не удобно поэтому взял оправочку сейчас сделан с помощью оправочки так пацаны вообще ребята красавчики генератор собрали чахотка не работает не знаю чем дело зажигание вроде но не зажигания туда получаться момент впрыска вроде бы вы стоял посмотрел даже видео как это делается выставил 20 ну примерно 21 22 градуса как надо для этого мотора нифига дымит белым дымом на газ почти не реагирует и стрелять гушитель стрелять гушитель по идее должна быть позднее зажигание но как бы не знаю в чем дело компрессия вот на пример попробует померять компрессию серый пусть он еще этот сам помог попробовать компрессию померять наем но надо у меня своего для дизельного мотора нету компрессиметра на у паренька взять компрессию померять и попробовать форсунку выкрутить и попробовать посмотреть как она распыляют вообще распыляют или просто сыт форсунка то есть что то делаю где-то где-то дело в топливной системе потому что он дизель как бы механический никакой электрику и не тут привезли мото собаку на ремонт уже всю раскидали раскидали получатся люди так ездят что вот например подшипники снимаешь то есть колесики снимаются да и одна часть подшипника вот а другая часть подшипника там и таких подшипников на всей подвеске четыре штуки потом и коробка доездили так доездили так что вариатор а ты снял он есть подшипник снятый вариатор короче получается вот 205 подшипник он на 25 миллиметров внутренний диаметр и подшипник этот не 200 это 204 204 в колесико значит 204 до подшипники стоят 205 подшипник где нам его намутить вот 205 подшипник в опоре до получается и получается вот так все ходит вот это место тут целый сантиметр целый сантиметр просто выносила открутилась скорее всего была стояла вот эта опора это опора а дальше все это дело было здесь еще дистанционная втулка стояла 205 подшипник и звездочка вот такая сюда садится на шлицо скорее всего что звезда открутилась подшипник начал болтаться и раздолбил вал вал раздолбил и с этой стороны тоже самое подшипник не качается овал вот так вот ходуном ходит то есть надо разобрать вариатор и поедем в токарку тут без токарей без токарей ничего не сделать скорее всего будем вот это место надо ну примерно вот здесь полночный паз примерно 5 миллиметров не доходя с полночного паза проточить на 20 сделать втулку 2 миллиметра стенка завтулится и все будет четенько на этом парне у нас будет все это видео подписывайтесь на нашу группу вконтакте вступайте общайтесь много парней то шарит подскажет подписывайтесь на instagram все парни катайтесь не ломайтесь